Всем привет! В этом небольшом ролике я покажу вам приставку дозиметра для смартфонов, которую мы назвали Atom Simple. Чтобы лучше видеть цифры на экране смартфона, смотрите видео в высоком качестве. Приставка собрана в небольшом пластиковом корпусе и подключается к смартфону витым кабелем. Кабель можно растягивать до длины больше чем полтора метра. Это может быть полезно для обследования труднодоступных мест на предмет радиоактивных загрязнений. Приставка управляется специальным приложением, и мы сейчас его запустим. После короткой автокалибровки наш приборчик готов к работе. Прибор имеет два основных режима работы – измерительный и поисковый. Сейчас он работает в измерительном режиме. В этом режиме происходит постоянный сбор информации о срабатывании детектора и постоянное уточнение результата измерения со временем. Обновление происходит один раз в секунду. Сброс результата и начало нового измерения происходит по нажатию кнопки «Сброс» на экране. Для удобства внизу экрана приложение выводит длительность текущего измерения, количество зарегистрированных детектором частиц и статистическую погрешность измерения в процентах. Можно выбрать между цифровой индикацией и традиционной стрелкой. Также единицы измерения можно выбрать между микрорентгенами в час и микрозивертами в час, как удобно. Измерительный режим полезен для случаев, когда нам нужна точность и у нас есть достаточно времени для получения результата. Например, при проверке стройматериалов на наличие радиоактивных загрязнений. Следующий режим работы приборчика – это поисковый режим работы. В поисковом режиме информация анализируется методом скользящего окна, которое захватывает определенное количество зарегистрированных детектором частиц. Это позволяет постоянно обновлять результат измерения, отбрасывая старые результаты и заменяя их на более новые. От включения поискового режима до первого результата пройдет несколько десятков секунд, в дальнейшем результат будет обновляться каждую секунду. В данном режиме скорость реакции прибора на измерение радиационной обстановки выше. Этот режим нужен для быстрого обследования территории или зданий на наличие радиоактивных загрязнений. Длина скользящего окна выбирается исходя из предпочтений пользователя. Можно получить либо максимальное быстродействие прибора, выбрав быстрый режим поиска, либо повысить точность показаний ценой скорости реакции, выбрав медленный поисковый режим. При превышении результатом измерений заданного порога в режиме настроек, приложение сигнализирует об этом пользователю вибрации смартфона. Сейчас я покажу реакцию прибора на уже известную вам по моим роликам американскую солонку производства 40-х годов прошлого века, покрытую глазурью, содержащей оксид урана. Вот я поднес солонку к приборчику, он практически мгновенно среагировал на ее наличие. Вот, привет вам всем от кота. После того, как я выбрал источник, сейчас через несколько десятков секунд показания дозиметра вернутся к фону. Вот так вот работает поисковый режим. Дозиметр приставка будет выпускаться как в черном, так и в белом корпусе, еще в желтом, в красном, в зеленом и даже в фиолетовом. Вот и все. Спасибо за внимание.